Привет, друзья! Сегодня приготовим сыр фета по всем правилам из козьего молока. Сначала молоко необходимо пастеризовать. Я нагрел его до 75 градусов и затем быстро охладил до 32 градусов. Сейчас у меня в мармите 4 литра козьего молока. 4,5 литра. Я добавляю туда 60 грамм, ну или 60 миллилитров сыворотки. Хорошо перемешиваем. Я добавил сюда 60 миллилитров сыворотки от козьего сыра, то есть от того сыра, который я делал в прошлый раз. Это уже созревшая сыворотка. То есть, соответственно, мы сюда добавили как бы бактериальную такую закваску, но натуральную. Если же у вас пока нет, то есть первый раз вы делаете сыр из козьего молока, то ничего страшного. Добавьте, например, 60 миллилитров натурального кефира. Хорошо перемешав сыворотку и молоко, накрываем крышечкой мармит и держим так в течение часа. В течение всего этого часа поддерживаем температуру 32 градуса. Следующий этап. Нам необходимо добавить молокосвертывающий фермент. Это может быть либо сычужный фермент, то есть фермент животного происхождения, либо, например, вот такой вот микробиальный ренин мейта японского производства. Это фермент растительного происхождения. Причем некоторые сыроделы считают, что при изготовлении сыра из козьего молока, именно из козьего молока, даже предпочтительно использовать фермент растительного происхождения. Где купить молокосвертывающие ферменты, закваски, формы для сыра, смотрите в описании. А мы продолжим делать фету. В 60 миллилитрах воды разводим молокосвертывающий фермент и добавляем его в молоко. В течение одной минуты хорошо перемешиваем фермент в молоке и оставляем так до образования сырного сгустка. Опять-таки поддерживаем температуру в районе 32-33 градусов. Как видите, сырный сгусток образовался. Нарезаем его и будем его доставать. Для того, чтобы образовался сырный сгусток из коровьего молока, вполне достаточно 40 минут или 1 часа. А вот козье молоко, оно образует сгусток дольше. Для этого может понадобиться 10 или даже 12 часов. Но я действую по совету Дэвида Эшера и оставляю молоко, козье, для образования сырного сгустка на 24 часа. Сейчас необходимо посолить сыворотку. Здесь у меня полтора литра сыворотки. И я добавляю туда 90 грамм соли. Хорошо это все перемешиваем и оставляем побродить при комнатной температуре в течение суток. Дальше солим сырную массу. Берем 60 грамм соли на всю вот эту сырную массу. Соли не йодированной. И хорошо это перемешиваем и даем постоять в течение 2-3 минут. Затем сырную массу. Это нужно для того, чтобы соль вытащила сыворотку из сырной массы. И затем мы будем уже перекладывать сырную массу в сырные формы. Сырную массу помещаем в форму для сыра и оставляем для стекания сыворотки примерно на сутки. В течение этого времени периодически необходимо формирующуюся головку сыра, ну как бы менять местами. То есть, чтобы вверх-вниз, а низ-вверх. Тем самым мы позволяем сыворотке отходить равномерно. Спустя сутки нам необходимо нарезать сыр на крупные такие куски, ну на те куски, в которых он уже будет храниться у нас в рассоле. Я режу вот так вот на три части. И оставить для подсыхания, для того, чтобы образовалась корочка. Я вот укладываю на сеточку. И оставляем. Привет, друзья! Прошли еще сутки. Поверхность нашей феты уже подсохла хорошо. И сейчас мы должны уложить сыр в емкость и залить сывороткой. Созревать фета будет в холодильнике. Через две недели у вас получится замечательный, вкусный домашний сыр. А если вы потерпите два месяца, он станет еще лучше. Ну что ж, друзья, пока-пока. До новых встреч. Как видите, готовить сыры в домашних условиях совсем не сложно. Живите вкусно и пусть у вас будет все хорошо. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова